В Екатеринбурге следователь полиции совершенно не сенсационно, а очень даже ожидаемо отказался возбуждать уголовное дело против 36-летнего таксиста, который насмерть сбил электровелосипедиста. Это было уникальное ДТП, и его беспримерность в том, что в одном месте, в одно время нашли друг друга два поисковика, то есть два представителя одной черно-желтой поисковой системы Яндекс, а именно Hyundai Solaris, приписанный к Яндекс.Такси, и электровелосипед с доставщиком хлеба насущного, работающим на Яндекс.Еду. Мы об этом беспрецедентном летальном замесе в свое время рассказывали, однако в связи с отказом от уголовки, позвольте вкратце взрыхлить фабулу в памяти. Дело было 11 февраля текущего года на перекрестке Луначарского-Большакова. В 6 часов вечера, уже в подьмах, при свете фонарей. Таксишка на базе Solaris катилась по Луначарскому с горки вниз, а пищевой курьер Али Джон Курбонов с желтым ящиком за спиной ехал на электровелосипеде в ортогональном направлении. Их неожиданное рандеву было запечатлено на уличную видеокамеру, и по ее кадрам видно, что токсичный болид выперся на перекресток Луначарского-Большакова на мигающий зеленый, а когда он налетел на электрического байкера, ему горел желтый, ну то есть таксист действовал в рамках ПДД. А вот электровелосипедист, весший еду какому-то ленивому клиенту, поторопился и выскочил на, как ему казалось, пустую трассу на красный. Яндекс.Курьер допустил три роковых ошибки, которые стоили ему жизни. Ну, первое, это, естественно, выезд на красный. Это всегда опасно, это всегда чревато. Чтобы так рисковать, нужно стопроцентно удостовериться, что сбоку на тебя никто не летит, не идет, не ползет. Во-вторых, электробайкер при пересечении дороги не спешился, как того требует правило 2D, которые, как известно, написаны кровью, а некоторые пункты мозгами и кишками. А так, глядишь, остановился бы, слез с электроаппарата, отдышался, осмотрелся по сторонам и увидел бы, едущий с горы, желтый солярис. Ну и третья ошибка байкера заключается в том, что, увидев вспышку справа, посреди дороги, он, как кролик при виде внезапного удава, замер. То бишь, остановился ровно посредине проезжей части, прямо на линии огня соляриса. А тот уже не успевал ни тормознуть на скользкой зимней трассе, ни увернуться. Нет, ну видно, что он попытался тормозить, но его просто закидало по косинусоиде и не более того. Надо было велокурьеру не останавливаться, а наоборот, рвать вперед максимально быстро. Так, глядишь, и успел бы соскочить с линии огня, ну или на крайняк токсичный солярис ударил бы в заднее колесо электробайка. Курьер бы, конечно, упал, но точно бы не погиб. Но случилось так, как мы видим на картинке с уличной камеры. Солярис, тормознувшего доставщика пищи, подцепил капотом, подбросил и убил. В общем-то, сразу было понятно, что таксист не виноват. И за эту погибель юридически никто отвечать не будет, но, тем не менее, было следствие. Длилось оно аж полгода. И вот, наконец-то, следователь пришел к выводу, что таксист не виновен и уголовку возбуждать не стал. Что и требовалось доказать.